Владимир Федорович водитель со стажем. Раньше работал на автобусе, теперь помогает делать родной Долинск чище, возит мусор. За пять лет выработался четкий график. На маршруте 17 точек. Успевали очистить контейнеры до обеда, во второй половине дня объезжали все точки еще раз, собирали то, что накопилось. Четкая работа шла по графику, по часам. Мы не спеша, спокойно работали, убирали, было все чисто. Никаких проблем. Мы за это время уже почти весь город убирали, после обеда выходили на повторку. И у нас город всегда был чистый. А сейчас мы, я не знаю, мы сегодня уберем, не уберем с такой работы. Теперь мусоровозам, управляющей компанией ООО управления городским хозяйством, путь на полигон закрыт. Доступ перекрыли без предварительного уведомления, поэтому выход руководству пришлось искать быстро. Арендовали участок земли, наняли технику. Здесь мусор сваливают и с помощью погрузчика перекладывают в КАМАЗ, который повезет долинские отходы на полигон в Южно-Сахалинск. У нас заключен договор с муниципальным бюджетным учреждением управления городским хозяйством. 28 июля в одностороннем прорядке руководитель данного учреждения прекратил нам оказание этой услуги. На сегодняшний день существует угроза срыва периодичности вывоза твердобытовых отходов, что приведет к нарушению санитарно-гемиологических правил. Как пояснил представитель муниципального предприятия, причиной такой меры стали задержки по оплате услуг. Коммунальные компании признают, что такая проблема есть. Долг за июнь составляет 33 тысячи рублей. Погасить его планируют в ближайшее время. Собираемость платежей с населения, как и во всех регионах, не стопроцентная. Этим и вызваны задержки. В свою очередь, руководство ТБО обещает возобновить прием мусора сразу же, как только долг будет оплачен.